Жердевские каратисты В районе продолжается уборочная кампания. Приближается крайний срок уплаты налогов. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в Жердевском районе прошла акция «Вода России». Цель мероприятия – очистка берегов от мусора. Участниками проекта стали члены молодежного совета при главе Жердевского района. Они убрали двухкилометровую береговую линию реки Совалы от городского пляжа до автомобильного моста в селе Бурнак. Присоединиться к всероссийской акции «Вода России» могут все желающие. Сегодня наш район присоединился к всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. Каждый россиянин может передать информацию о себе одним из трех способов. Первый для тех, у кого есть личный кабинет на портале госуслуг. Здесь желающие могут оставить информацию о себе бесконтактным способом, зайдя в соответствующий раздел. Следующий вариант – прийти на переписной участок. Обращаться всех жителей, кто желает переписаться на переписных участках, можно по телефону 910-853-76-17. Но желающие все могут по этому номеру позвонить и узнают номера переписных участков, так как их у нас по городу 4 и по району 4. Наряду с новыми вариантами участия в переписи населения сохранится и традиционный способ, когда в дом придет переписчик. Он будет одет в голубой жилет, шарф с логотипом переписи населения. Удостоверение на груди, в маске, конечно, и в перчатках. Также у переписчика будет электронный планшет, подключенный к сети интернет. На случай перебоев со связью предусмотрен бумажный бланк с вопросами, ответы на которые – небольшой рассказ о человеке. Все это будет использоваться в дальнейшем при долгосрочном планировании федеральных программ. Убедительная просьба ко всем жителям Жердевского района и города Жердевки. Давайте примем активное участие в этой переписи населения. На полях Жердевского района продолжается уборочная кампания. В эти дни аграрии убирают кукурузу на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник и сою. По данным отдела сельского хозяйства администрации района, на 14 октября урожай Жердевского зерна превысил отметку 150 тысяч тонн. Всего зерновых убрано 90%, что составляет 43 тысячи гектаров, при средней урожайности 35 центеров с гектара. Убрана половина урожая кукурузы на зерно и сахарной свеклы. Сладких корней пока выкопали 124 тысячи тонн, при средней урожайности 380 центеров с гектара. Подходит к концу уборка подсолнечника. Этой технической культуры убрано 92%. Валвый сбор на данный момент превысил 26 тысяч тонн. Завершается уборка соей. Ее убрано 95%. Жердевские каратисты стали призерами открытого чемпионата и первенства Республики Мордовия по каратэ-киокусинкай. 9 октября воспитанники Жердевской детской юношеской спортивной школы под руководством тренера Алексея Зеленихина выступили на соревнованиях в Саранске, где в тот день собрались более 250 участников из 18 субъектов России. В итоге Зеленихина Виктория завоевала золото, Кириллова Валентина – серебро, Барышников Георгий стал бронзовым призером. Команда Жердевского дома детского творчества победила в краеведческом и творческом конкурсах на областном туристическом слете школьников. Воспитанники Жердевского дома детского творчества заняли первое место в конкурсе краеведов и третье – в творческом зачете в областном туристическом слете, который проходил в конце октября в Инжавинском районе. В этом году в нем приняли участие более 20 команд из разных районов области. Программа слета включала в себя соревнования по пешему и водному туризму, спортивному ориентированию, несколько конкурсов, краеведов, фотографий, туристической песни. В первый день ребята продемонстрировали технику пешего туризма, прошли по условному болоту и поднялись по склону с помощью веревок. Во второй день у конкурсантов проверили технику водного туризма и навыки ориентирования на местности. Жердевские участники проявили себя в интеллектуальной части программы. Ребята показали уверенные знания по истории и географии родного края. Это первое участие жердевских туристов в областном туристическом слете. До 1 декабря необходимо оплатить налоги физических лиц. Граждане обязаны уплачивать три вида налогов – земельный, транспортный и на имущество физических лиц. Все они начисляются только владельцам, указанным в документе о собственности. Федеральная налоговая служба все рассчитывает сама и присылает общее уведомление сразу по трем налогам с платежкой. Тем, кто регистрировался в личном кабинете налогоплательщика, документы придут туда. Также на электронную почту поступит аналогичное оповещение с номером налогового уведомления и с ссылкой в личный кабинет. Тем, кто привык получать документы по старинке и не подписывал согласие на электронное уведомление, документы придут по обычной почте. Налоговое уведомление может не прийти по трем причинам. Если нет суммы к уплате, сумма на числе не меньше 100 рублей, уведомление пришло в личный кабинет. Тогда по почте оно не придет. Если к середине ноября вы не получили уведомление, лучше самостоятельно обратиться в налоговую службу или МФЦ. Сейчас для этого даже не обязательно идти туда лично. Это можно сделать через сервис «Обратиться в ФНС» на сайте ведомства или через личный кабинет. Как заплатить налоги? На госуслугах по УИН. Используйте сервис «Оплата по квитанции». Укажите номер и оплатите начисление на портале. В личном кабинете налогоплательщика оплатить можно банковской картой или через госуслуги. Через сервис «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы. Через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления. Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц. И на сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!